Общественные наблюдатели с табличками, в руках родителей только ручка и паспорт. С напутственными словами выступают представители управления образования и управления по надзору и контролю. Так проходят традиционные линейки перед стартом экзамена. Аналогичен и проход через металлические рамки. Охранник тщательно следит за тем, чтобы ни один телефон не был пронесен. После осмотра родители отправились в аудиторию сдавать ЕГЭ по истории. В кабинетах абсолютная тишина. Взрослые сидят, как и дети, по одному за партой на том месте, которое выбрал компьютер. После инструктажа о правилах заполнения бланков члены комиссии вводят свой код и распечатывают так называемые кимы – контрольно-измерительные материалы. Все как на реальном ЕГЭ. Учителя, несмотря на то, что экзамен понарошку, ведут себя строго. За обстановкой в аудиториях и коридоре также следит всевидящее око. Камера видеонаблюдения у нас во всех пунктах ЕГЭ и ведется онлайн-наблюдение. То есть вы можете посмотреть в режиме реального времени. В штабе сидит специальный человек, который наблюдает за тем, что происходит в аудитории. Со звуком и с хорошим изображением. В аудиториях стоят не меньше двух камер. Организаторы находятся и обязательно общественные наблюдатели. Так что процедура максимально открытая и она максимально объективная. Единственное отличие во взрослом ЕГЭ – меньше вопросов. А значит и время для сдачи экзамена сокращено. Он продолжался всего 45 минут. Школьники же сдают ЕГЭ по истории 3 часа 55 минут. Екатерина Горшенина, психолог по образованию, в свое время заканчивала советскую школу. Система сдачи экзаменов была другая. Вот и решила принять участие в акции, чтобы разобраться в процедуре и развеять некоторые опасения. Мне, конечно же, интересно, что будет чувствовать мой ребенок, когда будет находиться на экзаменах на ЕГЭ. Поэтому я решила попробовать, вообще посмотреть, как это все происходит технически, чтобы понимать, как мой ребенок все это будет делать. Это интересно, учитывая, что я заканчивала когда школу. Это были экзамены, мы тянули билеты. Это была совсем другая система. На самом деле, единый госэкзамен вызывает страх не только у школьников. Гораздо больше его боятся родители. Реваз Чкония лично принял участие в ЕГЭ и теперь ему стало спокойнее за своего ребенка. Экзамены завали в нашем школе, а сейчас дети будут заваты в других школах. Как бы психологическое давление, как учителя, как что. Интересно. Если ребенок знает этот предмет, он это и в своей школе даст, и в любом школе даст. ЕГЭ для родителей проводится по всей России с 2017 года и стал ежегодным, потому что оказался результативным. Благодаря такой акции родители знакомятся с процедурой сдачи экзамена и объясняют детям, что на самом деле он не так страшен, как о нем говорят.